Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! В этом видео я покажу, что же мы приготовили для наших детей на Новый год. В Италии подарки на Новый год мы дарим традиционно два раза. Это на Рождество, которое случается 24-25, то есть в ночь выкладываются подарки. И, соответственно, непосредственно на Новый год, на Старый Новый год, ничего детям мы не дарим. Но в Италии дети получают подарки также на Befano. Это праздник, который происходит в первых числах января, если не ошибаюсь, 7 января. Соответственно, нам нужно заготовиться трехразовыми подарками, тремя порциями подарков. Поэтому подарки в этом видео, это не все подарки. И эти подарки объединяют два критерия. Первый критерий – это все недорогие подарки. Мне стоило достаточных усилий убедить мужа не покупать детям дорогие подарки ни в прошлый год, ни в этом год. И могу сказать, что, скорее всего, я смогла его убедить, потому что он видит, что дети действительно радуются подаркам, которые могут стоить очень недорого. Но это те подарки, которые дети действительно хотели, либо которые могут им понравиться. И я думаю, что любая мама может предположить, какой подарок его ребенка, ее, точнее, ребенка, порадует. Ну и также здесь большинство подарков, которые дети себе обозначили, которые бы они хотели. Итак, первая вещь, просто потому что так случилось, это вещь, которая для Егора – это футболка. Могу сказать, что Егор, так же, как и Данечка, неравнодушный к спортивной именно одежде, поскольку Егор занимается спортом. Он бегает у нас несколько раз в неделю, и скоро запишу я отдельное видео про то, почему же Егор не учится, в отличие от своих братьев, в частной школе, и как мы сделали этот выбор, и к чему этот выбор нас привел. Потому что сейчас Егор выбирает себе другую школу. И могу сказать, что вот да, он бегает, потому что он не успевал посещать никакую другую секцию. Например, Гаврюшка сейчас тоже не посещает никакую другую секцию. Не трудно догадаться, что это комплект, белые и черные, соответственно, шорты и майка для пробежки. Не хватало ему именно шорта, потому что брюки есть, фельба есть, хуги есть. Это для Данечки. Данечка вообще очень любит спортивную одежду. Он все время меня спрашивает, мама, я спортивный? Мама, я спортивный? И на самом деле мне даже очень сложно его одеть, когда мы куда-то выбираемся на прогулку, потому что он хочет все спортивное, он совершенно точно понимает. Данечка совершенно легко и просто идентифицирует спортивную одежду, поэтому он получит вот такие спортивные шорты. Кстати, он очень переживал, что когда мы пошли на пробежку, он согласился тоже идти на пробежку, что, в общем-то, нас даже удивило. Мы все вместе бегали этой осенью. У Данечки не было его одежды, точнее, одежда была, но она была от Гаврюшечки, она достаточно ему велика. Данечка начал бегать в три года, а Гаврюшечка начал бегать в четыре года. Соответственно, Гаврюшечка получила уже одежду на четыре года, а Данечке, она одежда на четыре года, в его три года была несколько велика. Также мы зашли в Тайгерс, я не знаю, раньше, точнее, не знала ничего об этом магазине, и сейчас ничего не могу сказать. Но это Тайгерс, такой магазин, где продается всякая всячина, рассчитанная на подростков, прежде всего, ну и, возможно, на какой-то действительно детский возраст. И по случаю Черной Пятницы, что мне очень понравилось, за 4 евро мы купили каждому ребенку вот такой пакет, и это пакет-сюрприз. Неизвестно, что там находится, но один такой пакет, когда дети пошли выбирать себе подарки, традиционно в конце месяца за участие в съемках в моих видео, они получают свой заработок, и они идут тратить его куда хотят, но они традиционно идут в Тайгерс, и Егор выбрал себе вот такой пакет в качестве подарка. И там были действительно очень хорошие игрушки, там было игрушек по качеству, по количеству, по размеру, по важности, больше, чем на 4 евро. Эти пакеты меня впечатлили, очень понравились, и мы решили купить каждому ребенку вот такой пакет-сюрприз. Каждый ребенок получит вот такой пакет-сюрприз. Что еще мы купили в Тайгерсе? Конечно же, по случаю, хотя, возможно, мы бы и так купили, даже не знаю, но была Черная Пятница, и на эти вещи была скидка. Это какой-то монстр-трак, и этот подарок, который получит Данечка, потому что он захотел себе такой монстр-трак. Это исключительно какие-то мужские, мальчишеские вещи, я вообще в этом не разбираюсь. И купили эту вещь за 12 евро, что очень хорошо, потому что полная цена была 24 евро. Соответственно, вот по поводу Черной Пятницы, мы смогли вот таким образом интересно потратиться. Что еще здесь находится? Я покажу вам вот такие шары, многие их уже видели на вставках в какое-то видео. Это просто шары, заготовки, которые мои дети раскрасили, потому что была такая инициатива, предложенная городом, оплаченная также городом. Но я хочу купить своим детям и заформировать, и я хотела это сделать в Тайгерсе, но оказалось, что нет таких вещей, недостаточных количеств, поэтому я пойду в любой магазин детский, наверное, где есть отдел, все для рукоделия. Потому что я хочу купить вот подобные заготовки. Это не всегда могут быть какие-то елочные игрушки, это могут быть динозавры, это могут быть какие-то машины. И большое количество красок, достаточное количество кисти, прилипло несколько бумагам, потому что пришлось завернуть. И для каждого ребенка я заформирую пакет, где будет клей, где будет какая-то интересная клейкая лента, липкая лента-скотч, где будет достаточное количество цветной бумаги, где, возможно, будет пластилин и различные вещи, при помощи которых ребенок, используя свою фантазию, может рукодельничать, может делать что-то своими руками. Мои дети эти вещи очень-очень любят. И это, конечно же, вариант бюджетного подарка, чему я очень рада и уверена, что мои дети порадуют такие подарки. Еще также пакеты. Здесь имеются каждый пакет разные, он имеет разные наполнения, потому что здесь можно в окошечко посмотреть. И, как я и сказала, каждый ребенок получит по такому подарку. Что еще мы планируем подарить своим детям? Для Габри мы приготовили, еще не купили, даже не поехать купить, так называемую писту. Писта – это некий путь с препятствиями, который, я рассказывала, как в прошлом году мы купили детям, собирается из чего угодно, он может собраться, из пластики, либо из деревянных кубиков, и по нему запускается маленький шарик. И дети тоже делают конструкции по своему усмотрению, не всегда следуя инструкции, запускают эти шарики. В Италии игра, это называется билей, она очень популярная, я вообще бы никогда не подумала, что детям может такое нравиться. И если в прошлом году мы подарили такой общий подарок, потому что эти писты традиционно достаточно дорого стоят, особенно если мы берем изделия из дерева, такие составляющие действительно как самые обычные классические кубики. Соответственно, в этом году мы подарим именно для Габри, он очень-очень хотел его индивидуальную писту, она из пластики, соответственно, какой-то стеклянный шарик, который можно запускать. Егор попросил себе в подарок, он на самом деле не хотел никакую спортивную форму, он просто, я просто знаю, что ему нравится, я просто знаю, что он всегда получает с удовольствием спортивные кроссовки, кстати, как и Данечка тоже, вообще я поняла, что дети, мальчишки, по крайней мере, очень любят спортивное обмундирование, обувь спортивную, а также что-то, что указывает, что-то из одежды, что указывает на прям-таки принадлежность этой одежды к какому-то спортивному лейблу. Так вот, Егор попросил поездку с одноклассниками, она традиционно устраивается каждый год, то ли в горы они поедут, то ли еще куда-то они поедут, еще не решили, эта поездка стоит 390 евро, и, соответственно, он попросил вот такой подарок, который был бы со стороны нас, родителей, для него как на день рождения, так и на Новый год, потому что Егор понимает, что 390 евро – это достаточно существенный подарок, и я очень рада, что, в общем-то, к 13 годам у моего старшего ребенка сформировалось действительно представление о том, что сколько стоит и что сколько может стоить. Поэтому пока на данный момент вот такие подарки, посмотрим, возможно, что-то еще по мелочам, что называется, докупим, и мы, скорее всего, докупим, потому что, конечно же, на 3 праздника этих подарков не хватит, но пока вот такие идеи, которые, возможно, вам окажутся тоже полезными и интересными. На этом с вами прощаюсь, это была Яна Скворцова, помните, что детей зачастую радуют недорогие и небольшие подарки, а подарки, которые действительно подарены им с учетом их интересов, и подарки, которые они действительно очень-очень хотят, а дети, как правило, не хотят дорогие подарки, они хотят вот что-то конкретное, что где-то когда-то они увидели. На этом с вами прощаюсь, это была Яна Скворцова, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok